Неродивый в работе своей брат-расточителю. Привет, Даша! Сегодня будет такое коротенькое видео. Захотелось бы мне вслед за Ишат показать, Ишат, привет, если смотришь, показать, как я храню свои открытки. Я храню их в просто... Никаких изысков в обычных альбомах магнитных. Чем они хороши? Тем, что вне зависимости от размера открытки можно все равно в альбом такой поместить. Они не будут пачкаться, и при этом их можно будет посмотреть, и в любое время вынуть, и что-то с ними сделать. В общем, кто не знает, магнитные альбомы. Это... Ну, подключаются они фотографии. Те же фотоальбомы. Мой выглядит вот так. Согласна, не шибко презентабельно. Значит, что такое, кто не знает, объясняю. Открываю на линии, в конце. Кто не знает, у нас открытки. То есть, что она себе представляет. Здесь такая пленочка, скажем так. Она очень легко отходит. И обнажается лист с открыткой. Причем лист, он листкий. Достаточно листкий для того, чтобы держать открытку. То есть, видим, да, что лежу вертикально и с ней ничего не делается. Но он недостаточно листкий для того, чтобы повредить как-то поверхность открытки. Вот я могу легко, без особых усилий, просто ее снять. И мы видим, что снаружи все в порядке. Я специально натяжу, чтобы не было видно адреса. С ней, ну, так покажу, марками. С марками все нормально, никаких повреждений, все хорошо. И, собственно, вот так вот, чтобы ее обратно разместить. И просто ее... Да что ж ты, града. И просто ее прикладываю, даже никак не прижимаю. Лист. Все. И, ну, и так со всеми открытками. Да. Вот это и есть магнитный альбом. Продается в обычных фотомагазинах. На этом все. Пока-пока. Я желаю, чтобы присылали как можно больше открыток. Ну, если, конечно, они вам нравятся. Пока. Пока.